У Беларуси возросла колькасть детей, которые потерпели от сексуального гвалта. По выниках 9 месяцев года таких фактов на 50% больше по равнам не с минулым годом. Подаденных Министерством внутренних справ практически в полове выпадков потерпелыми были малолетние дети. Субъекты профилактики должны больше активно взаимодействовать в борьбе с этими злочинствами. Ведомостные структуры объединяют намагания. Задача дорослых простой и зрозумелой мовой – донести до детяти сутность его правов. Раслумачить, что доброе и что дренно, а главное – попередить беду. Во установах эдукации и визиты правоохоленных органов – звыклая практика. Але важно проводить такие гутарки и в детячих домах, в тем леку семейного типа. Дети, оставшиеся без попечения родителей – это наиболее уязвимая в этом плане часть населения, ввиду того, что, пользуясь различными гаджетами, используя общение в социальных сетях, они подвержены по своей доверчивости, неопытности, общению с лицами, которые склонны на противоправные действия в отношении их, в том числе и сексуального характера. Количество преступлений увеличилось многократно в отношении несовершеннолетних. То есть достигает огромные цифры. Вот и поэтому сейчас появилась очень острая необходимость проведения таких бесед с детьми раннего возраста, начиная уже от шести лет и заканчивая даже восемнадцатилетними. То есть, ну, очень много надо общаться, потому что в этом плане неграмотно еще. Малые часто неустанне усвядомить, что над ними был учененный гвалт, або хавают, гэта, боятся реакции батьков. Профилактика сексуального гвалта у относенных до детей и подлетков – гэта не инструкции, попереджения або забороны, а подтримание открытых, безопасных и поважливых относенных с детьми. Продолжение следует...